В четырех районах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации за нашествие саранчи. Местное правительство принимает срочные меры по уничтожению вредителей. По данным МЧС, площадь, заряженная саранчевыми вредителями, составляет около 100 тысяч гектаров. В Дагестане КАМАЗ оставил без газа 8 населенных пунктов. В Табасаранском районе грузовик наехал на газопровод высокого давления, из-за чего произошел разрыв шва трубы. Чтобы не допустить утечки газа, спасатели закрыли ближайшую к повреждению задвижку. От голубого топлива оказались отрезанными 8 населенных пунктов. На месте ЧП ведутся аварийные работы. В Дагестане за взятку задержан врач-психолог. Возбуждено уголовное дело. В апреле этого года житель Гиргебельского района обратился к местному врачу с просьбой, выдавая его дочери направление для прохождения медико-социальной экспертизы. Врач-психолог предложил мужчине дать взятку в 50 тысяч рублей. За подготовку необходимых документов. Мужчина обратился в правоохранительные органы, а врача при получении денег задержали полицейские. Трое паломников из Дагестана отправились в хадж на велосипедах. На данный момент паломники проехали около 2000 километров и добрались до иранского города Казвин. Дагестан они покинули 30 мая. Следующим пунктом назначения для Пахрудина Якубова, Анвара и Демирова и Ислама Муртазалиева будет город Кум. После чего они отправятся на пароме через Персидский залив до Объединенных Арабских Эмиратах, а уже оттуда снова на велосипедах до Медины. Путешественник из Лондона был удивлен добротой дагестанского народа. Об этом стало известно из интервью, опубликованном на страницах английской газеты. Из-за множественных услышанных историй о республике, Резепа Краван до Дагестана добирался с тревогой, но доехав до места не заметил ничего, кроме ошеломляющей доброты со стороны народа. Гостю на велосипеде даже давали еду в дорогу.